А вот и в центре Львова из ресторана выгнали переселенца, больного ДЦП. Этот случай получил широкий резонанс в СМИ, после чего перед 36-летним парнем публично извинилось руководство заведения. Мы решили провести эксперимент и выяснить, как в одесских ресторанах и магазинах отнесутся к человеку с физическими недостатками. Что из этого вышло, смотрите в сюжете Юлии Федоровой. Максим Милецкий с детства привык сам защищать свои права. У него ДЦП. Говорит, что для людей с таким диагнозом доступность общественных мест – самая большая проблема. Ее нужно поднимать. Инцидент во Львове Максима не удивляет. Не так давно в подобной ситуации оказался и он сам. Говорит, не растерялся и разъяснил персоналу заведения, что у него такие же права, как и у всех людей. И даже вызвал полицию. Это было в городе Киеве, когда мне запретили зайти в кафе, потому что у них с инвалидностью не ходят. На карте нашего маршрута рестораны и магазины одежды в центре города. На скрытую камеру снимаем, как реагирует на человека с ДЦП персонал заведений. Здравствуйте. Спасибо. Большую часть ресторанов на Дерибасовской официанты открывали перед Максимом дверь и подсказывали, где найти удобное место. Ему сразу же предлагали меню и почти везде окружали повышенным вниманием. Было приятно, что мне открыли дверь, что со мной поздоровались, но уже не сфокусировали свое внимание на конкретную меня. Мы такие же самые люди, как и они. Просто у нас физические ограничения. В большую часть ресторанов и магазинов Максим не смог зайти физически. Для таких людей, как он, вход не обустроен. Повсюду высокие пороги и нет пандусов. Сначала одни ступеньки, внутри другие. Сюда можно разве что запрыгнуть, цепляясь руками за дверь. Я сюда подниматься не буду, потому что у меня нет возможности. Оно ничего не предусмотрено. А стать еще хуже инвалидом у меня желания нет. Попытки забраться на порог кафе на Екатерининской так и не увенчались успехом. То же самое еще в десяти ресторанах и шести магазинах одежды на этой же улице. Везде высокие ступени и скользкая плитка. Максим не может ни подняться, ни спуститься. Поручней, за которые реально было бы зацепиться, просто нет. Вот это же не поручень, понимаете. Это я сейчас могу нечаянно разбить. Для Максима попытка проскочить такие ступени может закончиться падением. Он тут же теряет равновесие. А тут я сейчас упаду. Одной рукой Макс держится за стенку, другой опирается на палочку. Рука скользит и вот он едва удерживается, чтобы не упасть. Ну это не лестница, это убийство. Мы обошли три десятка ресторанов и бутиков в центре города. И хотя Максима везде принимали гостеприимно, все заведения оказались не приспособлены для таких клиентов. Сложность в том, что не за что держаться, приходится за какой-то пруд держаться. А второй момент, чтобы не рисковать на две ступеньки, приходится перескакивать через ступеньку. Наш эксперимент уже отдается Максиму болями в спине. И к концу маршрута он не может идти и присаживается на первую встречную скамейку. Но Макс оптимист, опускать руки не собирается. Говорит, люди с инвалидностью должны любыми методами отстаивать свои права. Побольше находиться в социуме, показывать, что вы есть. Мы должны сами себя интегрировать в общество. Нужно в городе переделывать эти заведения и не давать разрешения городскому совету на открытие, пока не будут сделаны требования международных документов, которые предусматривают и защищают права людей с ограниченными возможностями. Тяжелый диагноз не помешал Максиму Милецкому заняться правозащитной деятельностью, возглавить комиссию по проверке интернатов, стать депутатом районного совета и руководить партийной организацией. Сегодня он помогает социально незащищенным людям в решении самых разных вопросов. Нужно стремиться к цели, которую вы ставите, и вы будете достигать ее. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.